Котики, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем играть в нашу любимую мобильную аватарию. Сегодня я хочу вам рассказать, какие события последние произошли со мной в аватарии, что вообще, как у меня здесь жизнь происходит. Я устала от всей движухи, которая творится, не передать словами. Вот в одном ролике это скорее всего и не поместится. Я поделю на три части. Первая часть это будет продолжение прошлого видео. Вы помните, я ходила на свидание с Марком, да? С тем самым красавчиком, в кавычках, который попросил у меня подарки, потом ушел. Мне не жалко, я как бы не против подарить подарок, помочь человеку с комфортом. Он написал мне на почту прив, я купил мебель. Я так полагаю, это та самая мебель, которую купила и я. Он просто тоже хотел ее купить. Возможно, задонатил, приобрел. Без понятия этого я так и не узнала в конечном итоге. Она красивая очень, зайдешь поиграть со мной. Я не смогла, ребят, ему отказать. Я очень добрый человек. И если меня в аватарию так вот достанут, прям в газплор. Ну, приходится соглашаться, потому что я боюсь обидеть человека. Что я ему отвечу? Нет, не хочу с тобой играть. Это же как-то грубо прозвучит. И почему я должна отказываться, когда я все равно в игре? И я написала ему привет, хорошо, я не против. Ну, я не против, мне просто неинтересно с ним играть. У нас разные темы, разные интересы. Молча с ним находиться. Зачем это мне надо? Ему зачем? Ну, раз он хочет побыть со мной, поиграть, то я согласилась, ребят. В итоге мы договорились с ним встретиться в его доме. Я пришла. У него такая обстановка дома, романтик. И, кстати, ребята, обратите внимание, на столике у Марка были женские туфли. Ну, я, конечно, понимаю, этот декор выпал откуда-то там, с промокода, возможно, или с общей мебели. Или он ищет золушку. Нет, ну, это слишком уже как-то романтично. Обстановка в этой комнате, когда я пришла, была какая-то холодная. У него и стены зимние, и вот такая же обстановка была. Что-то зимнее между нами просто холод. Я не чувствовала какой-то близости, родственной связи. Никак не получалось мне проникнуться в Марку. Написала привет, поинтересовалась, как у него дела, как прошел день. Либо я слишком привязалась к Даниэлю, и не могу его отпустить. Все кажутся не так. Постоянно его сравниваешь. Вот ты не такой, как он. Это же ненормально, да, я знаю. Но конкретно с этим парнем у меня прям холод чувствовался. Все ништяк. Хоть у кого-то жизнь ништяк. Поел, поиграл, поел, и сейчас снова играю. Замечательный расклад. Замечательно провел Марк свой день. Друзья, пишите в комментариях, как вы проводите свои дни летние. Может быть, у кого-то такой же распорядок, как у Марка, и вы найдете с ним общие интересы. Ну, как можно целый день есть, играть, и это только если жара, например, и ты не можешь выйти на улицу. Я в жару вот не люблю гулять. А если лето и хорошая погода, почему не выйти на пару часов? Правда, гулять звали. Я спросила у него, почему он не пошел? Почему? Ты сидишь в игре, просто ешь, играешь, ешь, играешь. Это, это не, ну, я не знаю, ребят, проблемно как-то. Отказался. Из-за чего ты отказался? Что ты можешь ведь играть и есть так же на улице с друзьями? Вернее, отшил их еле-еле. Как он мило отзывается о своих приятелях и знакомых. Сказал, что заболел. Вот здесь, конечно, он нехорошо поступил, что наврал своим друзьям в реальной жизни. Наврал про болезнь. И вообще придумывать себе болезни не надо никогда. Ведь все мысли материальные, то, что притягиваешь, оно же ведь может сбыться. Так что не надо никогда на себя наговаривать и сочинять болезни. Это было тоже очень давно. Я еще в школе училась, там, в самых младших классах. Тоже придумала, там, своей подруге про болезнь. И да, я серьезно потом заболела. Вот понимаете, как все это работает? Написала Марку и зря. Сейчас лето, мог бы и погулять, раз позвали. Какой-то напряженный у нас с ним диалог. Я не чувствовала дружеского общения, как даже с Афанасием, с Люси. Я с Люси чувствую близость, ребят. Когда мы с ней общаемся, я чувствую ее... Ну как, не знаю, вам даже описать этот контакт. Есть связь, то, что да, он мой друг, он понимает меня. Сердце мое подсказывает, что мы с Марком совершенно разные люди. Он любит есть, играть целыми днями дома. И я, конечно, не отказалась бы от такого расклада. Но ведь так и жизнь пройдет. Я сейчас привыкла больше активничать, больше двигаться. И на игры при этом мне тоже хватает. Вот не поверите. Ненавижу слоняться по улице, как овощи. А что, по улицам все слоняются, как овощи? То есть прохожие это все овощи, помидоры, огурцы ходячие. И представляю картину, идете вы такие по дороге, и мимо вас проходит баклажан. У меня и девушки, поэтому нет. Я вот смотрю на наш диалог со стороны. На это небольшое свидание, на эту встречу, ладно. Никакое не свидание, мы просто друзья. Это даже не друзья, а просто приятели. И понимаю, что он совершенно даже не интересуется обо мне. Не спрашивает, что интересно мне, какие фильмы нравятся, музыку слушаю. В прошлый раз он ругал свою маму, теперь он, кажется, ругает свою жизнь за то, что она его наказала, обделила. Так ты сам ничего не делаешь для того, чтобы у тебя появилась девушка. А потом, ребята, я подумала, какая девушка, ему же 12 лет. Нет, ну может быть и есть в 12 лет какие-то чувства. Определенно есть первые чувства в 12 лет, я сама по себе знаю. Прозвучало так официально, девушки нет по этому, слишком много обязательств. А парень и девушка это все-таки больше уже по возрасту, где-то 16-17 парень и девушка. А здесь просто друг и подруга, именно с чувствами, с симпатией. Все они любят гулять, а им фиг откажешь, обидится и надуется. Ребят, понимаете, ребят, как я себя чувствовала в тот момент. Он мне рассказывает про то, что у него нет девушки, потому что все девушки любят гулять, а Марк не любит гулять. И вот он, типа, все бросят его, раз он такой противный, не гуляющий человек. На самом деле, я люблю гулять, и если бы я позвала своего молодого человека, а он такой, Час, иди одна гуляй, ребят, ну как, конечно же, я как девочка обиделась. И поставьте себя на место любой девушки, если вы любите гулять. Позвали бы своего парня на прогулку, а он бы вас послал нафиг. Надулись бы еще как. Ему не показали, да, но надулись бы. Пускай сам думает, из-за чего. Я спросила у Марка, театры, музеи любишь, кино хотя бы. Зач? Зачем? Зачем, когда есть икры, и еда, что еще нужно человеку для счастья? Я в анете скачаю музей и онлайн похожу. Я знаю, такие интерактивные музеи, особенно с 2020 года появились, когда вы можете ходить, прям вот по музею ходить. Где-то даже платят за это, сейчас вроде бы бесплатные есть сайты. Но это же ведь совершенно разные вещи. Музей в жизни, вживую, увидеть все своими глазами. Там ведь реальные эмоции. А здесь что? Ну что ты, Марк, получишь от онлайн-музея, скажи мне? Наверное, ходит по таким местам, онлайн-местам и живет попкорн. А вот в музей ты не будешь ходить и жевать попкорн. Ты будешь удивляться и поражаться искусству. Он написал, что у него есть небольшие проблемки в жизни. Я чувствую себя уже психологом каким-то. Особенно на наших встречах с Марком я вот слушаю только его. О, ребят, я уже вот просматривая нашу с ним встречу, я же ее записала специально, чтобы потом посмотреть и проанализировать. Я понимаю, он не спросил меня ни о чем. И даже как-то агидно, он не спросил хотя бы какой там мой цвет любимый. Даже вы у меня это спрашиваете. А Марк, он просто тупо сидел и рассказывал о своих проблемах. Ну, раз начал, уж говори, что за проблемы. Он написал, что полный. Вот. Какая прям проблема. Я не понимаю, в чем проблема. То, что ты полный человек. Как полнота делает? Что, есть тебе чудовище, что ли? Ну, угу. Мало двигаюсь и много ем. Это он написал, это он пишет, по-моему, все наши с ним встречи. Он намекает на то, что он много ест, он много играет. И ты из-за этого полный. Это логично. Но проблемы... Бывают полные люди по здоровью. Так, если тебя не устраивает эта проблема, то можешь ее исправить. Совершенно нормальным образом. То есть спорт. Просто даже не надо голодать. Ты можешь есть. Тебе надо просто активничать. Просто не сидеть и играть, а выйти с друзьями поиграть. Ты не имеешь ничего против. Он меня спросил, не имею ли я против... Ничего против толстых, полных людей. И нет. Почему я должна иметь что-то против людей таких вот? Если они полные, ну, пожалуйста. Не буду человека обижать за лишний вес. И вообще, я считаю, это дело у каждого лично. Спорные такие вопросы. Знаю то, что в мире это популярные темы. Полнота, худоба, люди, там, бодипозитив, все дела. Нет, это меня как бы не касается. Я толерантна во всем. Ну, полный, полный. Худой так худой. Живи, кайфуй. Главное, здоровью своему не вреди. И все будет чики-пухи. А если вес, именно вес мешает твоему здоровью, то надо брать тебя в руки все-таки, да? И заниматься здоровьем. Кстати, как вы относитесь к полным людям? Давайте пообсуждаем тему. Почему бы нам не пообсуждать такие вот жизненные тоже темы? Интересно даже. Ну, Марк-то он просто лентяй. Он, наверное, и будет красавчиком когда-то. Но сейчас он лентяй. И, ребят, следующий вопрос меня убил. Он меня просто раздавил. А когда мы поженимся? Это самое неромантичное предложение руки и сердца в моей жизни. Почему-то я уже должна с ним, я уже должна выходить за него замуж. С чего он вдруг так решил? Когда он это понял? То есть он спрашивает, а когда мы поженимся? Нет, ты станешь ли моей женой? Не окажешь ли мне честь быть твоим мужем? Он именно спрашивает, когда мы поженимся уже. То есть день, время. Будто я уже ответила ему, да. Да, кстати, это прям отличный лайфхак. Если вы хотите, чтобы девушка стала вашей женой, скажите ей. Ну, так что ты там? Когда мы уже поженимся-то? Я попыталась ответить Марку в более доброй форме. Я уверена, что ты добрый парень, но мы с тобой разные. Это же видно. Даже вам видно. Вы в комментариях писали. Мне казалось, это я странная, безумная женщина. Все думает только о Даниэле. Ребят, еще один момент меня убил. Дело в возрасте. Ну, что мне 11. Он говорил, что ему 12. И почему тебе теперь 11? Вообще, изначально ему там за 20, да? Потом 12, а сейчас оказывается ему 11. Так сколько тебе лет? Да какая вообще разница, сколько тебе лет? Мы уже обсудили эту тему. Возраст это, ну, не повод для смеха. Зачем врать? Ты уже определись со своим возрастом, чтобы не обманывать по 100 раз. Будет на этой неделе ДРМ. У него на этой неделе, день рождения, ему исполнится 12. И поэтому он уже считает, что ему 12. Я не знаю, как ответить и прокомментировать это. Вот, давайте, пожалуйста, ну, прокомментируйте вот это вот его ответ за меня. Дай мне хотя бы шанс. Я не хочу уходить за него замуж, потому что мы с ним просто разные. Не потому что ему 11-12. В жизни-то, естественно, я бы не вышла за него замуж. Это законным запрещено. А какие темы тебе интересны? Начал расспрашивать. Неужели он первый раз спросил меня о чем-то? Я могу их обсуждать. Я все могу. Я все могу ради тебя. Зачем? Для чего делать из себя того, кем ты не являешься? Чтобы мне понравиться? А почему? Когда у меня же будут подозрения. Почему ты так убиваешься из-за меня? Борится, потому что я ему понравилась? Или борется, потому что я богатая? Или борется по третьей причине? Почему? Почему? Вот это мне непонятно. Он же не объясняется полностью. Он не говорит там, ты красивая, умная девушка. Поэтому я хочу позвать тебя замуж. Вторая версия может быть, типа, ты богатая? Я тоже богатая. И мы подходим друг к другу. И давай будем, типа, вместе обмениваться подарками. И вот брак будет на подарках. Дело в том, что я беднее тебя. А мне показалось, что ты другая. Спросил у него, и какая же я? Давай до конца уж топи свою тему. Какая же я еще? Она начнет меня, наверное, опускать, хейтить. Менкартильная. Угу. Мен. Меркантильная пишется не через Н, но не суть. Он вообще знает, что это за слово такое? Спросил его, конечно же. Ты хоть знаешь значение этого слова? Нет. Ну, примерно знаю. Короче, может и не такая. Но та, которая обожает деньги. Обожаю, обожаю золото, серебро. Купаюсь здесь только в деньгах. Думаю о них. Никому ничего не даю. Все себе. Все себе. Написала ему, что это не так. Ты плохо меня знаешь. И вообще ничего, что я тебе подарки подарила. А ты меня даже не угостил нигде. Я не требую при этом угощений. Ничего тебе не говорю. Ну, тогда и время узнать. Поставила так вопрос, будто она слабо меня берет сейчас. Так ты позвал замуж именно сейчас. Я и отказалась. Конкретно на сегодняшний день мы с тобой разные. Я не вижу ничего общего и выходить замуж конкретно сегодня. Ну, точно нет. Ок, понял. И он меня, ребят, выгнал. Вот не поверите. Он меня просто тупо выгнал, да? Угу. Логично. Совершенно логично. Но спустя час он написал на почту. Это не конец истории с Марком. В его сообщении было сказано. Привет, извини, что выгнал. Просто ты выбесила. Я больше не буду. Классно. Так можно легко выгонять человека и издеваться над ним. А сегодня, ребят, я хочу с вами... Ну, сперва давайте зайдем на распродажу. Сейчас я куплю себе что-нибудь по распродаже. Потому что это наша традиция, любимая. И поведаю вам то, что собираешь сделать. Сходить в гости к Филиппу. Написать ему на почту. Мне надо с ним поговорить. Я не могу, ребят. Я хочу спросить про Даниэля. А Филипп последний, кто, получается, разговаривал с ним. Ну, именно из тех, вот кого я знаю. С ним разговаривал Филипп. Назвав его темной лошадкой. Звучит это, конечно... Ну, смешно звучит. Ну, и что могло это означать? Наговорил, не наговорил. Не верю ему, но хочется выслушать его версию. Расскажет ли он мне или нет. Попытка не пытка, короче, друзья. Если вам будет интересно, я поснимаю. Если нет, не буду. Я пойму вам то, что это неинтересно. И буду снимать другие ролики. Но навстречу, если он согласится, определенно пойду. Надо выяснить. Все расставить по своим местам. Сообщение с Даниэлем я покажу, скорее всего, в следующем ролике. Потому что этот уже затянулся. Ох, этот дом. Этот холодный. Этот ледяной дом. Такое чувство, что сейчас здесь появится Филипп. Скажет свою коронную фразу. Я пришел. И меня начнет злить. Как мне этого не хватает. Я заскучилась. Кого я обманываю? Я вообще не скучаю. Я просто, ребята, кайфую от того, что он меня сейчас оставил в покое. Но надо выяснить, что происходит с Даниэлем. Потому что вы не видели наш с ним последний диалог. Я все стесняюсь вам показать его. Потому что там грубые фразы в мой адрес. Ну, решусь и покажу обязательно. Вот, а вдруг прилипнет. Другого выхода нет. Надо же закончить эту историю. Разобраться все-таки. Что происходит с Даниэлем. Что он скрывает темная лошадка. Да. Влипла я, конечно. У меня есть предположения. Не буду их сейчас вам говорить. Потому что не хочу, чтобы они вообще сбылись. Сложно это вообще объяснить. Потому что игры и такие серьезные вещи. Начнут на меня гонять. Типа, ты все придумала. Ты это, с ума сожжена, женщина. Что ты вообще играй в аватарию себе. Удали всех в черный список. Да, это можно сделать. Но мне это дорого, Даниэль. Я пытаюсь пока что выяснить, что стряслось. Увидимся в новых роликах. Целую, обнимаю. Удачи!